Героями не рождаются, ими становятся. Это можно сказать практически о каждом сотруднике МЧС. Их работа связана с ежедневным риском, а на счету ни один бесстрашный поступок. В 2020 году, как раз ГКБ номер 2, произошел взрыв кислородной станции. Наверное, все слышали, взрыв на весь город был. То есть, наверное, этот самый страшный, трагический момент. Слава Богу, никто не пострадал благодаря слаженным действиям по ликвидации. Никто не пострадал, не погиб, слава Богу, на этом пожаре. В этом есть и заслуга Вячеслава Павлова. Он одним из первых оказался на месте событий и принимал активное участие в ликвидации ЧАЭС, за что и получил государственную награду «Медаль за отвагу на пожаре». Сегодня делится воспоминаниями со студентами педуниверситета. А в каких войсках вы служили? Служил я в войсках в городе Азбест, Свердловская область. Войска специального значения. То есть, я попрыгал из парашюта. Ну, свой какой-то боевой дух, свою закалку мужскую получил именно там изначально. Впоследствии мне, в принципе, это помогло и в работе, и в жизни. Как стать пожарным, куда пойти учиться и сколько раз в неделю приходится тренироваться? Десятки вопросов не только на профессиональные, но и личные темы. Инициаторами встречи стали преподаватели университета. Ну, во-первых, с точки зрения практической. Понимать вообще, что такое безопасность, что такое пожары, потому что это нужно знать каждому человеку. Это связано с нашей безопасностью, с нашей жизнью. Второе, это удивительная героическая профессия, которой, мне кажется, надо соприкоснуться каждому. Мы очень часто говорим легендарная личность, герои, там какие-то гении. А эти люди ходят между нами, мы иногда даже не знаем, кто они такие. Они всегда стоят на страже нашего спасения, всегда готовы прийти на помощь. В заключении беседы, экскурсия по музеям и знакомство с современной техникой и обмундированием. Я раньше не знал, что из тебя представляет эта профессия. Примерные мысли были, однако не совершенно не соответствовали действительности. Узнали многое новое, чем живут пожарные, их быт, их будни, также досуг частично. Это было довольно интересно. Сотрудники МЧС отмечают, в последнее время молодые люди стали чаще проявлять интерес к профессии пожарных и спасателей. И в этом немалая заслуга подобных встреч. Наталья Кудряшова, Урал-1.